Эта актриса родилась за тысячи километров от Москвы, но это не стало препятствием на пути к исполнению её мечты о сцене. Хотя в детстве Ольга Дроздова совершенно не хотела быть актрисой и собиралась учиться на геолога. Однако судьбе было угодно сложиться так, чтобы она обрела славу и любовь тысяч поклонников, нашла своё счастье в семье, к которому стремилась долгие годы. Настоящий успех ждал Ольгу Дроздову после съёмок в сериале «Бандитский Петербург», где она сыграла вместе со своим супругом Дмитрием Певцовым. Родилась Ольга Дроздова 1 апреля 1965 года на Дальнем Востоке в городе Находка. Её отец Борис Дроздов был капитаном дальнего плавания, родом из дворян. Мама Марии Дроздова – красивая цыганка, из богатого рода. Борис влюбился в Марию и без благословения её родители увёз девушку на край света. Семья отказалась от неё, и примирение с родными состоялось только через 12 лет. Мария устроилась на работу в зелёное хозяйство, её взяли агрономом. С дочерью она разговаривала исключительно на цыганском, дала ей первые уроки гадания. Отца часто подолгу не было дома, поэтому мама сама воспитывала дочку, и это воспитание было весьма жёстким. Борис любил свою жену, баловал её подарками, косметику привозил самую дорогую, импортную. Оля в это время подросла, у неё начались проблемы с кожей, и она часто пользовалась маминым тональным кремом, накладывая его слой за слоем на прыщавое лицо. Она считала себя очень некрасивой, и главной мечтой девочки было избавиться от этих ненавистных прыщиков. В это время мысли о карьере актрисы её даже не посещали. Её тон был настолько серьёзным, что встревожил родителей не на шутку. Мама всегда хотела, чтобы дочь выучилась на педагога и учила детей в начальных классах, а тут такие заявочки. Родители решили пойти на компромисс и разрешили дочери позаниматься вокалом и бальными танцами. Они решили, что это повлияет на принятие окончательного решения, дочка наиграется в актрису и передумает. Однако Ольга настаивала на своём. И тут судьба внесла коррективы в Ольгины планы на жизнь. Когда ей исполнилось 15 лет, не стала отца. Жизнь стала намного сложнее, в финансовом плане в первую очередь. Раньше девушка находила себе подработки, но это было так, небольшое развлечение на фоне сурового маминого воспитания. Теперь Дроздовой нужно было серьёзно задуматься о том, как помочь маме, и она устроилась уборщицей и занималась обрезкой кустов. Трудовую книжку на неё завели ещё в школьные годы, и первая запись гласит, что её приняли рабочим озеленителем. Дроздова успевала и работать и учиться, и в итоге получила золотую медаль. В их городе поступать было некуда, и мама настояла на отъезде дочери во Владивосток. Ольга без проблем стала студенткой Владивостокского Института искусств, но проучилась там недолго. Оля и несколько смелых однокурсниц решили попытать счастье в Свердловском театральном вузе. Они собрались лететь на самолёте, но когда Дроздова пришла в аэропорт, то поняла, что лететь придётся одной, потому что подружки просто струсили и остались дома. Проблем с поступлением у Ольги не было, она с первого раза стала студенткой этого вуза и попала в мастерскую к Дмитрию Астрахану. После двух лет обучения Дроздова уже начала делать карьеру актрисы. Её позвали сниматься в кино и задействовали в роли главных героинь, причём одновременно на сцене двух театров. Всё это было хорошо, но Ольга не хотела останавливаться на достигнутом и рванула в Москву. Она собиралась доучиваться в знаменитой «Щуке», но поступить туда не удалось. Педагоги предложили ей вернуться обратно, говорили, что её ждёт там большое будущее, но упрямая капитанская дочка проигрывать не привыкла. Ольга отправилась в знаменитую «Щепку», и там была принята на курс к Владимиру Сафронову. Первый раз Ольга Дроздова вышла замуж за актёра Александра Боровикова. Это случилось ещё в годы студенчества, брак долго не продержался, и сама актриса старается не вспоминать такой факт из своей личной жизни. В 90-е годы у Дроздовой был серьёзный роман с режиссёром Сташем из Швейцарии. Они даже стали вместе жить, строить планы по поводу их скорого бракосочетания. Влюблённые собирались пойти в ЗАГС, когда Ольга закончит работу в проекте «Прогулка по эшафоту». Именно на съёмочной площадке этого фильма Ольга познакомилась с начинающим артистом Дмитрием Певцовым. Буквально с первых кадров Дроздова была задействована в откровенных сценах, и это вскоре вывело её из равновесия. Она пыталась пожаловаться Певцову, рассчитывая на его сочувствие, но Дмитрий ответил, что полностью согласен с режиссёром и готов продолжать съёмки этих кадров. В одной из сцен они должны целоваться, и, как потом говорила Дроздова, она совершенно ничего не чувствовала во время этого поцелуя. И только спустя некоторое время девушка поняла, что скучает за ним. После этого Дмитрий пригласил её на премьеру своей постановки, а Ольга рассталась со своим швейцарским женихом. Она поняла, что стала к нему совершенно равнодушна. Ольга и Дмитрий начали встречаться, и очень скоро последовало предложение руки и сердца. Дроздова долго не решалась связывать себя узами брака, и молодые люди поженились в 1994-м. Супруги вместе уже достаточно долго, их считают красивой и крепкой парой. Однако в СМИ периодически появляются сообщения о том, что они разошлись. Это просто слухи, которые распространяют завистники, они до сих пор вместе. Когда в 2012-м у Певцова погиб его первый сын Даниил, то Ольга изо всех сил старалась его поддержать, и по большому счёту просто вернула супруга к жизни. В 2007-м у Ольги и Дмитрия родился сын Елисей. Они всегда хотели большую семью, много детей, но все попытки Дроздовой забеременеть заканчивались неудачей. Они перепробовали массу современных способов лечения, но результат был отрицательным. Супруги уже отчаялись ждать, и тут случилось настоящее чудо. Ольге в то время уже было 42 года. Ольга была вне себя от радости, она посчитала это событие только вмешательством высших сил. Ведь как можно объяснить тот факт, что это случилось именно после обряда венчания, который произошёл как раз накануне.